Создана она в 2017 году. Сотрудничество лидеров двух очень крупных организаций, вышки, как сильнейшего вуза в России, наверное, и Сбербанка. Соответственно, в 2016-2017 году Сбер взял тренд на внедрение в процессы систем решений на основе моделей. То есть, скажем так, операции, которые ранее делали люди-сотрудники, отдавались на откуп принципам некоторым. И эти принципы выстраивались на основе правил, которые представляются моделями математическими. Кстати говоря, о принципах. Вот этот подход, что все, в принципе, даже то, что человек, когда принимает решение, казалось бы, сложной, какие-то спорные ситуации, должно быть автоматизировано. Этот подход, мне кажется, в том числе Герман Грефом проникся, общаясь с таким влиятельным, скажем так, человеком современности. Это Рей Дэлио. Или Рей Дэлио. Соответственно, у него есть книга, которая так и называется «Принципы». Вот если... И они касаются работы, конечно, в первую очередь, но и жизни тоже. Но этот человек, он основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов, соответственно, американец. И в этой книге он рассказывает, в том числе, как в их хедж-фонде устроена система принятия решений и то, какую роль отводят моделям там. И, в принципе, мне кажется, в Сберии тоже такое желание перейти... Какой смысл за этим? Если у вас есть какая-то стратегия, и вы в среднем придерживаетесь, ну, даже так, вернее сказать, не в среднем, а всегда придерживаетесь, то в среднем вы выигрываете. Вот это будет лучше, чем, скажем, такие какие-то отданные на откуп людям решения. Вот у нас коллега Игорь Бархатов вчера должен был выступать. Не знаю, приводил он этот кейс или нет, знаменитый кейс, что исследовали причины, которые приводят к тому, что на судебных заседаниях, вернее, на заседаниях комиссии по амнистиям принимается положительное решение о досрочном высвобождении тех или иных преступников. Сразу скажу, что это, конечно, не коррелирует со слайдом, на котором мы находимся, но идея в чем, что собрали статистику по американским таким комиссиям, на которых рассматривались разные правонарушители. Ну, там серьезные достаточно кейсы, в том числе убийства, тяжелые преступления. И вот там разные-разные факторы. Там пытались копать, допустим, город рождения, штат рождения судьи, как он коррелирует со штатом рождения человека-преступника, опыт судей, какие-то вообще доли решений их в прошлом относительно таких вопросов. И потом совершенно сумасшедший фактор сыграл свою роль. Время проведения этой комиссии. Оказалось, что если комиссия по времени проходит сразу где-то вплотную перед обедом, выше показатели отрицательных решений. То есть когда решение о досрочном освобождении, каких-то помилований, допустим, оно не принимается. И удивительный скачок буквально сразу после обеда. То есть, условно говоря, если мы говорим, это около часа дня, все, что до часа вплотную, и после двух, уже три часа сразу после обеда, пик положительных решений. Именно с точки зрения в средней вероятности. Оказалось, самым значимым фактором. Вот одно это наблюдение показывает, насколько человек иногда подвержен абсолютно нерациональным факторам принятия решений. И, кстати говоря, корреляция с обедом, агрессия у человека, как в том числе биологического существа, он подвержен таким очень глубинным вещам, в том числе, когда уже происходит голодание, повышенная агрессия в среднем у людей. Тоже удивительная есть книга Роберт Сапольский на эту тему, называется «Биология добра и зла». Тоже очень интересная, которая в том числе пытается посмотреть на наши поступки не столько с точки зрения, может быть, установок, морали, общества, а с точки зрения вот этих вот чисто биологических механизмов. Вот, это небольшой экскурс, да, и, так сказать, отвлечение от темы. Ну, вот, действительно, программу решили сделать по трём областям. Пересечение машинного обучения, экономики, программирования, чтобы ребята на выходе занимались а. Построением таких систем, б. Внедрением таких систем, ц. или в. по вкусу, соответственно, проверкой качества таких систем, дообучением, переобучением, в хорошем смысле этого слова. И в том числе, там, продукт-онеры с точки зрения владельцев процессов, владельцев бизнес-процессов, в которые эти модели внедряются. Рост набора происходил год к году. Мы увеличивались, и с третьего набора мы уже представляем собой две группы. Зачастую лекции там общие, семинары точно отдельные по группам. Привлекли, ну, понятно, это карта поступивших к нам в последний старт учебного года. Это некие анализы конкурсов. Здесь я привожу данные 2019 года по простой причине, потому что в 2020 году вышка ввела правило, что можно сразу на две программы подаваться, и цифры, в принципе, у всех программ пропорционально где-то на 30% выросли. Ну, почему? Потому что идет вот это кросс-пересечение, когда я могу и туда, и туда податься. И уже вот этот показатель конкурса, он не такой, как бы сказать, информативный, как вот в случае, допустим, 2019 года. Хотя там примерно тоже ранжирование сохраняется. Так что у нас конкурс довольно большой, спрос большой на эту программу. Но поступить не просто, да, с одной стороны. Но с другой стороны, мы ребятам в этом году предоставляем подготовительные курсы, которые позволят встряхнуть мозги по математике. Потому что, понятное дело, что когда мы заканчиваем бакалавриат, у нас уже, как правило, там первый курс матан, да, там уже дальше с вариантами. У кого-то на втором курсе продолжаются определенные дисциплины математические в зависимости от вуза, да. Я же не говорю, что там именно их мат, да, а экономические какие-то специальности с переменным успехом. Ну и третий, четвертый курс – это больше уже там про финансовые курсы, про экономику. И те, кто… А если мы говорим, допустим, больше про технические специальности, там программирование, эти инфраструктура, то как бы подзабывается, конечно, уже там все эти определители у матриц, как бы не то, чтобы на кончиках пальцев они находятся. Поэтому надо вспоминать. И, конечно, мы эти курсы сделаем в этом году. Мы сделаем их дистанционно, мы сделаем видеозаписи, которые выложим для вас. И почему бы и нет, да, если вдруг вы передумаете поступать к нам, они могут пригодиться вам как освежение математики для поступления на ноты, там, не знаю, и в другие программы. Кстати, в свое время, когда я поступал в магистратуру, я колебался между физтехом и вышкой. Была такая мысль поступить после вышки в физтех. И интересно, там действительно сделали тоже подготовительные курсы. Они, конечно, очно тогда проходили. Сначала в Долгопрудном, потом у них есть небольшое на Новокузнецкой или там в районе Павелецкой, сейчас Новокузнецкой, небольшой там у них филиальчик, скажем так, есть, но пространство, где можно заниматься. И мне очень помогли. На самом деле, ну, я потом поступил на вышку все-таки. Но я очень благодарен был всех, что он такие курсы организовал. Очень полезно было. Там интегралы вспоминал, в общем, было замечательно. Значит, это счастливые лица выпускников. Дальше. Из чего фишки программы в чем состоят? Это преподаватели много подключаются из Сбера, из Яндекса, из консалтинговых компаний, из стартапов. Так, например, у нас Яндекс, это Алексей Озерин глубинное обучение читает. Он работает в службе Яндекс.Картинки. То есть, как бы, сам Бог велел глубинное обучение читать ему. Финтех-стартап у нас в этом году компания Waze. Наши российские разработчики. Приложения для блокчейн-реестров для ребят устраивают и занятия, и потом финальный проект в форме хакатона. Сбербанк – это сотрудники блока риски, сотрудники и лаборатории, это лаборатория искусственного интеллекта. В общем, и тут есть тоже палка о двух концах. Тут надо понимать тоже специфику, что есть понятие профессиональный преподаватель, это вышкинский, скажем так, средний преподаватель. У него, как бы, академический такой уклон, да, но он классно, он умеет уже там презентационные материалы и так далее. А здесь, может быть, не такой академический уклон будет у других преподавателей из индустрии, но зато они могут, вот ты что-то можешь узнать вообще от них. Если я хочу работать потом, да, вот что мне надо знать, о чем они говорят, на что обращают внимание, какие профессиональные жаргоны они используют. Вот, и так далее. Это вот очень ценно и полезно. Ну, соответственно, также фишка программы – это курсовые работы на тему Сбербанка. Предоставляем опцию такую, презентацию, проводим задачи, которые студенты могут брать. И уже обучаясь решать задачи команд в Сбире. И фактически ты вроде как и не сотрудник еще, допустим, пока, но уже вполне себе в команде там с ребятами работаешь над какой-то задачей. Это уникально. Уникально, потому что, не знаю, ну, как бы вот когда я заканчивал магистратуру, такого не было. И здесь, конечно, мы хотим вот тот принцип, что, о, там, январь, еще время есть, курсовую я напишу, а уже апрель наступает, и я еще не начал. Чтобы вот такого не было, а такого не будет, когда ты включен в команду, у тебя конкретная задача, и заказчик – это другой интерес совершенно к этому. Вот, хотя у нас вышкинские темы тоже с удовольствием берут. У нас тоже замечательный преподаватель Илья Макаров, Декларян Армен. У нас прекрасно есть Демишев Борис, Лапшин Виктор. То есть мы еще и объединили, с Эконома взяли, да, с Фэна, и с ФКН преподаватели, они у нас работают совместно. Это отличный коллектив. Список курсов можете посмотреть на сайте программы, мы еще на него зайдем. Там много интересных, полезных материалов, которые на самом деле пригодятся вам, и, может быть, да, если вы поступаете не к нам. Как легко видеть, здесь концепция пересечения трех областей на лицо. Здесь есть курсы как бы больше по ВТ-инфраструктуру, по программированию, есть больше про математику, и, наконец, чисто экономические вещи. Ну, например, риск менеджмент. Здесь вот не приведено, но есть курсы по финансам банка и так далее. Макроэкономика, очевидно. Здесь, кстати, она не приведена, но у нас есть курс по макроэкономике. Это прекрасные. Веселов и Норкина читают тоже в Клитэкономике. Очень интересный экспириенс. Ребята наши участвуют, объединяются в команды в хакатонах. Соответственно, вообще задача у нас такая, как бы, вообще, ну, корпоративный мир, да, он конкурентен сильно. Ну, и вообще академический тоже. Казалось бы, вот я здесь небольшое отступление тоже сделаю. Ну, казалось бы, академический мир, он идеализирован должен быть, да, то есть там люди, по сути, пытаются разобраться в явлениях природы, или в явлениях общества, пытаются понять, почему вещи устроены так и работают так, как они в реальности работают. То есть там движет желание, как бы, достичь истины, да. Ну, кроме там любопытства, которое, и любознательности, да, которые сопутствуют сотрудникам академического мира, там есть и вот этот фактор добраться до истины. Ну, что говорить, достаточно благородный. Но зачастую, да, если мы посмотрим современные устройства и вузов, и, в принципе, системы мотивации, мы увидим большой фокус на фактически, в каком-то смысле, вузы тоже представляют собой бизнес-модели. И есть понятие клиентов, есть понятие заказчиков, есть понятие продуктов. Кстати говоря, образовательные программы – это, в общем-то, продукты. И здесь в полную силу там он маркетинг и пилотирование продуктов входит. Да, то есть, обратите внимание, тоже интересная особенность. В бушке гораздо больше магистратур, чем бакалавриат. И некоторые магистратуры, там, год-два существуют, их, допустим, а потом снимают с повестки. Потому что это, ну, как бы, тестирование продукта на рынке. Вот. Но также есть перекос, допустим, в мотивацию за публикации, да, гонка буквально, да, за это в свое время, да, то есть индексы цитируемости выходили на первое место там. Сколько у тебя таких статистических. То есть там тоже есть место конкуренции. Конкуренцию за надбавки, конкуренцию за… Я к чему, да, в корпорации это вообще в квадрате, да, конкуренция, потому что вообще там разные подразделения, на самом деле, если корпорация большая, то уже разные интересы у подразделения, ресурсы, да, кому выделят, кому нет. Распределение функциональных обязанностей. У кого-то шире будет скоб задач, у кого-то уже. Очень жесткая вообще среда, то есть к ней нужно иметь какое-то желание бороться, желание вот спортивного интереса, умение проигрывать и, конечно же, умение выигрывать. Но на нашей программе, да, почему я про команду, да, немножко не тот слайд, почему я про команду заговорил, мы прежде всего хотим вот эту конкуренцию оставить на чуть попозже. Ей будет время, когда вы придете на работу, когда вы будете делать свои проекты. Но вот на нашей программе хотелось бы вот этой конкуренции наоборот не давать место, а дать место сотрудничеству. Мы много даем групповых проектов. Фактически зачастую, и вот на самом деле я здесь могу по себе сказать, очень много ты изучаешь вот просто из общения со своими одногруппниками. Понятно, есть лекции, есть материалы, есть семинары. Понятно, ты должен погружаться, универсировать время, чтобы вот разобраться во всем этом. Но, как бы, проделав это, ты получаешь потом качественный скачок в понимании материала и вообще того, что происходит, именно общаясь с одногруппниками, обсуждая задачи. И вот хотелось бы, чтобы, плюс особенность того, что разные бэкграунды у ребят, да, кто-то экономику заканчивал, кто-то ФКН, кто-то Бамунку, кто-то из МГУ пришел. Разные бэкграунды, да, значит, кто-то, кому-то какие дисциплины, априори будут проще, какие-то сложнее. Вот хотелось бы это, вот пир-то-пир обучение очень тоже у нас развито. И, ну, это некая среда, там, некоторый дух, который, ну, я считаю, он сформировался. И это актив, это вот действительно ценный актив программы. У нас есть, в частности, группа в Телеграме, просто, опять же, к вопросу активов. Называется «В театр все», то есть это все выпуски, которые уже были, и текущие студенты. И мы предоставляем там, ну, какие-то новости, там, например, факультатив сумасшедший сейчас будет по интересу на ФКН про алгоритмическую торговлю. Артем Астриев будет его вести, человек, который работал там больше 20 лет в таких компаниях, как «Цитадель», «Джипи Морган» в Штатах, в Нью-Йорке. Соответственно, в общем, и туда же вот все это мы отправляем, и это здорово, то, что такое комьюнити существует. Ну, возвращаясь к теме работ, удалось там разным студентам разные задачи решать, они в том числе и на банковскую тематику, и околобанковскую тематику. Как бы вот все, что в учебный план заложено, это как такая мозаика. Каждый курс, он, в общем-то, если посмотреть уже не адаптационный, да, не первый семестр, а там второй, третий семестр, это все курсы посвящены данным различной природы. То есть на выходе цель какая? Чтобы выпускник либо умел и уже хорошо на опыте попробовал анализ данных различной природы, либо знал, что ему нужно и как изучить дальше, где посмотреть, какие инструменты использовать, чтобы такие задачи решить. Для чего это делается? Потому что для того, чтобы ты приходишь в компанию, можно задачу решать, скажем так, с применением просто структурированных данных, которые собрали для себя кто-то, да, а можно подойти гораздо более широко, подтянуть какие-то макроэкономически открытые данные в форме временных рядов, распорсить какие-то сообщения новостные, которые есть либо на сайтах, либо, допустим, в каналах, в соцсетях какие-то или в отзывах на банки.ру, их используют для анализа того или иного явления. Если мы говорим об оценке залогов в задачах кредитования, когда берется, например, кредит под залог недвижимости, на первый план выходит оценка залога. Тоже можно формальные критерии использовать, там площадь, там расположение, год постройки, там еще все такое. Но каким важным фактором также является и фотография реальная этого объекта с разных сторон. Их тоже из этих фотографий можно вытаскивать полезные фичи. Анализ аудио и речи. Когда мы говорим про банки, есть, понятно, проблемные клиенты, которые не возвращают долги, и здесь идет работа по взысканию, да, и то, как человек отвечает. Можно, опять же, просто регистрировать сам факт того, что он тебе говорит. Вот там оператор провел звонок с клиентом, вывел, там, зафиксировал, что он обещал вернуть через столько-то дней. О, значит, вероятность того, что он вернет, там, повыше стала. Или там он сказал, он не вернет, и тогда вероятность, очевидно, пониже. Так, кроме всего прочего, можно использовать разные тон человека, какие-то слова такие подсвечивать, и, ну, скажем так, в каком-то смысле даже его уверенность этой речи используют нейронные модели для обработки транзакций, которые представляют собой либо LSTM-сети, либо сжатие, уже когда транзакции представляются агрегатами, имбеддинги строятся, то есть происходит переход в более сжатое по размерности пространства и переиспользование для задач, опять же, оценки вероятности дефолта. Тоже такие задачи есть. Короче говоря, то есть ребята делают эти задачи, потом вот это фотографии из офиса на Кутусовском проспекте, EJLHOM, так называемый сберег, соответственно, вот проходят защиты, показываются вот по рыночным рискам в центре слайда внизу, да, есть работа, связанная с моделированием процентных ставок, Александр Кузнецов ее, значит, ведет. Дмитрий Вайскин справа, значит, анализ текстов и автоматическая обработка опечаток, да, соответственно, ну, слева мы внизу, тут краешек виден граф для анализа мошеннических транзакций, то есть, не ошибаюсь, Юлия Ковалева у нас делала. Только разные, разные задачи. Мы ездим на конференции, посещаем, есть, ну, здесь есть разные мероприятия, мероприятия, вот, EGI Journey, да, который СБЕР устраивает, и проекты защиты, опять же, всякие. Я, кстати, потом мы перейдем на группу ВКонтакте, там много новостей есть, там интересно, можно посмотреть, вот буквально там диалоги с преподавателями есть, есть там небольшой рассказ о том, как мы ездили там в КАУ, кстати, недавно на День студента. Это вот, в принципе, результаты некоторые, которые, научно-исследовательские работы, которые наши студенты сделали с 19-й год, и, ну, действительно, очень широкий спектр. Тот, кто склонен, опять же, к академическим исследованиям, тут, пожалуйста, вот есть простор. С Ильей Макаровой можете публиковаться, там, АЭС конференции, Conference on Games, вот здесь по reinforcement learning интереснейший был, интереснейшая работа Ильдара Камальдинова. По компьютерному зрению это Алексей Харламов, ой, вот здесь соврусь с фамилией, Харитонов или Харламов, сейчас забыл, извиняюсь. Он работает в Самсунге, соответственно, они вот подавались на конференцию по компьютерному зрению. Интересно, интересно, в общем. Соответственно, вот участвуют сотрудники банка из различных подразделений, вы можете посмотреть банк с разных сторон, тоже, я считаю, это полезно и интересно. Ребята уже работают, мы поговорим про трудоустройство, практически в магистратуре, конечно, все работают, это все учитывается, мы занятия проводим вечером с 6 до 9, поэтому, конечно, учиться сложно у нас, потому что вечерние занятия требуют вот такой вот рывка, да, максимального сосредоточения. Ну, грубо говоря, там до 25 лет все нормально переносится, там где-то период 20-25 можно, скажем так, затянуть пояса и проинвестировать усилия, там уже дальше, ближе к 30, чуть-чуть сложнее, конечно, уже тянуть, но, тем не менее, у нас ребята приходили, которые уже поработали, и они как бы со знанием дела понимали, в чем не хватает. В 30 лет, например, у нас некоторые ребята поступали, и даже еще старше. Давайте я про трудоустройство немножко перенесусь. Ну, понятно, вот такие диаграммы можно рисовать, и мы здесь уже видим определенные компании, такие характерные, это, если брать банки, это очень приличные банки, топовые, Сбер, Тинькофф, ну, топовые не только с точки зрения размера, но и с точки зрения технологий, которые применяются, как бы вообще устройство, да, качество работы, скажем так, ВТБ, Райв, Газпром, ну, ВТБ тоже крупные, понятно, Райв, ну, такой качественный. Консалтинговые компании, Оливер Лайман, КПМГ, Макинзи, ну, стартапы, Клонандрам, это компашка, которая занимается консалтингом для реального сектора, используя методы машинного обучения, это, скажем так, переизобретенные Яндекс.Детофактори, X5 Retail Group, ну, что там говорить, там, сильная очень команда по машинам обучения. Давайте я вам покажу также актуальный результат опроса, я покажу вам его в таком варианте, скажем так, немножко более спартанском. Ну, здесь можно посмотреть, да, вот, мы продолжаем общаться с ребятами, которые заканчивали нашу программу, да, вот, например, 2019 года, там, прошлого года, 2020, текущие студенты, вот, собираем, ну, там, в какой-то месяц просто проводим такой сквозной опрос, там, кто успел пройти, успел, там, может быть, кто-то не успел, ну, довольно так, ну, нормально статистики, там, вот, больше ста человек, например, последний раз все прошло, и вот мы смотрим, где работают ребята, да, и Сбер, понятно, много, ой, прошу прощения, сокращиваю, центральный банк, там тоже большое место для моделирования макроэкономики, устойчивости банков, Яндекс, кто-то в вышке пока еще совмещает, да, потому что, когда ты учишься, да, конечно, есть варианты в лабораториях каких-то начинать работать, Тинькофф, вот, Оливер Лайман, ну, в принципе, я повторяюсь уже немного, Мегафон, Альфа-Банк, то есть это все компании, которые вот серьезно как-то делают ставку на анализ данных, очень приличные, Seven Seconds, это стартап в онлайн-кредитовании, EPUM, крупнейший разработчик, ну, типа, я бы так-то сказал, что, наверное, это как КПМГ в области просто разработки программного обеспечения, Globbyte, ну, в общем, такая история, и также мы видим, что, конечно, большинство работает, то есть вот если мы возьмем, допустим, 47, видно, человек прошло, да, с первого курса, уже из них 31 работает, фулта, да. Если ты показываешь другой файл, то мы увидим презентацию. Да, о, это печально, сейчас, извиняюсь, прошу прощения, довольно давно уже это, видимо, происходит. Ну, давайте сейчас я еще раз покажу. Вот, ребят, я вот когда сказал, что в спартанском виде, я имел в виду именно вот это. Здесь Excel-опрос, да, вот прошли его выпускники как 19-го года, так и прошлого, 20-го года, и студенты, да, первый и второй курсы, которые на данный момент являются студентами, их прошло 120 человек, соответственно, вот я имел в виду пример, тогда 47 первокурсников прошло опрос, и из них 31 фултайм уже работает, и так далее, вот. Еще раз, да, эти волны опроса мы проводим примерно раз в полгода, да, кто успел за волну там пройти опрос, вот мы собираем эти результаты. Опять же, да, по компаниям я повторяюсь, да, в список их здесь, да, все компании, которые серьезно относятся к анализу данных. Так, ну, а, вот я так, из нового, мы также делали проектный семинар, и в этом году мы его повторяем. Чуркин Никита, это главный специалист в правильной валидации, уже сейчас руководитель направления, руководитель направления валидации модели. Получил повышение в прошлом году. Соответственно, мы приглашали и ФКН, и ФЭН, и МЕФ. Собственно, интересная очень тематика, но Никита в топ-50 по рейтингу Кегл находится, и он делился опытом конкурсов, и насколько вообще этот опыт применим уже в промышленной разработке моделей, и в банковской сфере частности. Соответственно, какие-то полезные вещи, и наоборот, бесполезные. Подчеркиваю, вот, и так далее. Ну, у нас есть возможность использовать облачные ресурсы СБЕРа. У нас есть контракты с СБЕР Клауд. Соответственно, ну, это большая возможность. В принципе, суперкомпьютер Кристофари, он, конечно, наголу опережает предшественников. Ну, тут уже, конечно, ничего не поделать. Там, 19-й год, и СБЕРка финансировалась существенно. Вот, ну, также есть ссылки на наши группы в соцсетях. Давайте как раз буквально одним глазком на них зайдем. Ну, смотрите. Вот есть, в принципе, да, группа. Называется «Финансовая технология анализ данных». Здесь мы о жизни программы кое-чего собираем. Ну, здесь есть такая мини-инструкция, как здесь вообще жить, на этой группе. Значит, вот, кстати, недавно, буквально сегодня, что ли, да, кстати, тоже овтяне рассказывает Леонид Шерстюк. Интересно. Интересно достаточно. Вот, но здесь я хотел обратить внимание, есть раздел видеозаписи, и здесь вы, в принципе, можете посмотреть разные вещи. Интервью с преподавателем Алексея Озериной, а не с Ковеца Илья. Интересно. Презентация Бархатова. Подготовка к вступителям, некто консультации. Ну, тут будет регулярно уже скоро. Мы начали там развивать эту группу в прошлом году, поэтому скоро должно быть здесь уже прям гораздо больше. Ну, вот, там, 1700 просмотров. Ну, довольно много, я считаю. Можно посмотреть с Ильей Озериной, с Ковцом, с Алексеем Озериной в интервью. И вот такие дела. Теперь о, наверное, трендах. Сейчас я открою другую презентацию. Если у вас есть вопросы, вы можете уже сейчас их начать задавать, например, по первой части. Или уже в конце. Ребята, вообще из каких факультетов пришли в зимнюю школу? Какие планы дальше? То есть вы сейчас, в том числе, заканчивает ваша задача защитить диплом, да, в основном? Кто-то уже работает, наверное. А, кстати, здесь имеют или только в чате могут писать студенты? Ну, иногда люди разговаривают, но не очень часто. Ну ладно, да, но это эффект вот этого, как бы, черной дыры с зумом и дистанционкой, конечно, немножко жаль, что такое форма. Ну, а просто ребята очень разные, из разных вузов и разных городов. И в том числе и фэн, и МЕФ, и из Вышки, и МГУ, и Бауманка, и другие крупные региональные вузы. Поэтому ребята у нас очень хорошие, да, не очень разговорчивые. Но есть вопросы, появились вопросы. Значит, я отвечу сразу про иностранных граждан. Если вы в зависимости от гражданства. Кирилл, если вы мне напомните, какое у вас гражданство, я вам скажу. Да, гражданство Узбекистан. По-моему, вы же имеете право поступать на общих основаниях. Просто у меня в прошлом году мой товарищ поступал через Олимпиаду. И когда он уже, он победил, по-моему, на высшей пробере. Наверное, про кого вы говорите. И ему, да. Да, я поняла. Напишите мне, пожалуйста, потому что, ну, я не очень хорошо помню. Там есть пол, пяти или шести стран, которые могут поступать на общих основаниях. То есть не по отдельному конкурсу для иностранных граждан, а по общему конкурсу. Я не помню, входил это до Узбекистана. Ну, в общем, давайте просто попозже это обсудим. Окей, хорошо, спасибо большое. Так, потом есть... А, вот про собеседование. Да, вот на самом деле, кстати, опять же, пользуюсь случаем, вот эта группа, да, которая у нас в ВКонтакте, там есть как раз, я записывал разбор кейсов по собеседованию. Это вот было восемь месяцев назад, но актуальность от этого не потерялась. Давайте я в чат сейчас сюда сброшу. Я сброшу, так, надеюсь, что это будет ссылка на видео, да, на те, которые надо. И там вы найдете разбор кейсов по собеседованию, кстати, вот. Там я получаю. Там я получаю. И, к слову, терия мастер-классов про подготовку, там тоже будут не только математика, но Алексей еще проведет несколько семинаров по собеседованию, подготовке к собеседованию. Поэтому я видела, что уже есть ребят, которые у нас и являются участниками зимней школы, которые уже записались на эти курсы. Вот. Я продублирую вам потом информацию, если кому-то будет интересно, кто еще об этом не знал, и вы тоже можете туда присоединиться. Но видео есть и в группе, есть и на сайте в разделе траектория, подготовка в разделе, скорее. Да, я вот как раз отправил тоже в чат вот эту тему. Вот здесь, смотрите, какая страница есть. Она впечатляет тем, что выложены все прошлогодние варианты. Ну, кроме первого года, самого семнадцатого. Ну, там я вам честно скажу, что мы немножечко математику... То есть она еще жестче была в семнадцатом году. Очень жесткая была математика. Мы ее немножко, так сказать, скалибровали. Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый год. Вот, в общем, все это можно разбирать. Кейсы, да, то есть это билеты, которые... Вот, короче, что такое собеседование? Это как устный экзамен. Ты приходишь, тянешь билет, двадцать минут на подготовку дается, потом двадцать минут ответ. За время ответа ты, во-первых, должен рассказать о себе, то есть какие у тебя достижения, ну, в релевантной сфере, скажем так. Второе, почему тебя заинтересовала программа, да? Ну, ты можешь быть действительно очень крутой, но, допустим, очевидно, что ты все-таки больше в научную деятельность, да, а наша программа, она больше проиндустриальный, там, корпоративный. Применение вот этих методов в банковской сфере, ну, вообще в финансовой сфере в широком смысле. И третье, это вот разбор билета. А билет тебе дает что? Задачу по моделированию, как бы ты ее решал, и всякие каверзные вопросы по внедрению, по оценке возможного финансового эффекта от внедрения этой модели, формирования выборки, правильно, проведение АБ-тестирования и так далее, и так далее. Вот так. Это что касается собеседования. Что касается, дальше был вопрос. Был вопрос. Значит, да, ну, бюджетные места, условно, как бы, программа коммерческая считается, но 30 студентов, которые больше всего баллов набрали на вступительных, их финансирует СБЕР. Поэтому здесь СБЕР оплачивает вам, причем без обязательств. Сделано это, прежде всего, для чего? Понимание того, что лучшие студенты, они к свободному выбору лично тяготеют. И, соответственно, мы хотим сильнейших привлечь к нам. Никаких вот этих, там, два года отработать или, там, не закончил выплате, такого нет. Но это благотворительность своего рода и инвестиции СБЕР банка, в том числе в образование российское, ну, что, конечно, заслуживает уважения. Тут еще такой вопрос. Скажите, вот, трудоустройство во время обучения распространенное, короче, проходит по инициативе студентов, или этому способствует кафедра? Здесь такой момент, что, конечно, каждый студент, он сам должен инициативу проявлять в трудоустройстве. Возможности к этому мы предоставляем. Это и приглашение сотрудников СБЕРа, которые читают какие-то лекции, ведут семинары, занятия. Это и рассылки вакансий. Это и предоставление курсовых работ, в рамках которых вы сможете пересечься с преподавателями и уже проявить себя с сотрудниками СБЕРа. Значит, понятие какого-то планового набора, что вот этого распределяем сюда, этого сюда, этого сюда, такого обычно нет. Значит, но, безусловно, это плюс, то, что вы на этой программе учитесь. Вы попадаете сразу на радары рекрутеров, то есть на какие-то, ну, то есть вы уже где-то отмечены. Это хорошо. Возможности много. Есть, опять же, да, много ссылок на вакансии, тот же Slack, там очень от СБЕРа много. Есть ресурсы HR, в общем, все это надо использовать. Все подряд. Так сказать, это свободный рынок. Имеет ли смысл middle data scientist, работающий в риск, найти к вам, будет ли полезно? Ну, смотрите, тут, понятно, там риски риском рознь, то есть, в принципе, если у вас опыт в основном регуляторных моделей, там, оценки дефолта, loss given default, там, в потере случаев дефолта, есть смысл. Ну, потому что у нас, ну, это сейчас в СБЕРе, в рисках, там много чего уже там делают, там, и графовую аналитику делают, и там, вот эти вот нейронные сети на транзакционных данных. Где-то там подходят к анализу текстов. Но, конечно, риски классические, это про модели бинарной классификации на структурированных данных, про, если мы берем рыночные риски, допустим, это всякие симуляционные модели типа Монте-Карло, это value-at-risk расчеты, это всякие прогнозы временных рядов. То есть, ну, согласитесь, да, глубинное обучение, там, анализ картинок, анализ текстов, это вот будет 100% новое. Анализ больших данных, то есть с точки зрения вот фреймворков, там, работы с Hadoop, со Spark, тоже, наверное, новое, да, то есть я так представляю, если классический риск-менеджмент, то там, ну, тоже, я говорю, зависит от, смотря какой портфель в вашем банке, где вы работаете. Соответственно, если в Сбере, то, может быть, вы тоже пересекались с этими инструментами, а если нет, то, может быть, и нет. Ну, я так скажу, ну, посмотрите также, значит, список курсов, то есть вас привлечет, возможно. Более того, если я не ошибаюсь, Илона, мы можем, так сказать, позволять какие-то курсы проходить, да, то есть как бы вольнослушателям, то есть с определенной оплатой. Ну, мы не будем об этом распространяться, нет. Лучше бы нам и проходить курсы в рамках учебного плана. Ну, понятно, да. А я еще хочу добавить про бюджетные места. Я на всякий случай поясню, что, ну, то есть вы будете считаться коммерческим студентом, у вас не будет стипендий в размере 1786 рублей, но при этом вы заключаете, если вы входите в топ-30 абитуриентов по результатам вступительных, абсолютно такой же принцип, как и на бюджет, с вами заключается трехсторонний договор, согласно которому все ваше обучение на всем, на весь период оплачивает Сбербанк, вне зависимости от, там нет условий, что вы должны обучаться только на отлично и так далее, нет, то есть на вас это не обязывает никаких обязательств, кроме того, что так как договор с этого года трехсторонний, официальный, раньше это по другому схеме проходило, то вам нужно будет как раз в три месяца приезжать подписывать акты, что вы выполнили свои работы, Сбербанк выполнил свои работы. А насчет разболовки, да, 100 баллов математика, 100 баллов забеседования, английский, зачетный зачет, то есть максимум 200 баллов и зачет по английскому. Вот, ну такие дела. Ну, у нас есть еще 10 минут, я думаю, что к чему-то на глобальному переходить можно не переходить, поэтому, ребят, вы можете все еще задавать свои вопросы. Да, я потом, если кому интересно, хотите, напишите, я вам презентацию скину про мета-обучение, которое применяется для прогноза качества работы моделей в промсистемах. Ну, довольно любопытная штука. Тоже можем пообщаться на эту тему. Отвечу еще на вопрос про стипендии. Нет, стипендии нет, потому что вы обучаетесь на коммерческом месте, но с полностью оплачиваемым местом. Да, но стипендия здесь имеются в виду 1700 рублей, они, конечно, не играют роли, потому что, как бы, получая навыки здесь и вообще, как правило, вы же там сразу работаете на позициях дата-сайентиста, это, как бы, вы там и квартиру сможете снимать, и конкурс-портфолио нет, но, Ксения, ничего страшного, нужно просто по математике подготовиться, пройти вот эти 12 занятий, которые у нас будут сейчас подготовительные, и хорошо подготовиться к собеседованию, и все получится. Какова статифика поступления, поступить на Олимпиаду относительно друг друга обычно? Ну, здесь, Исимин, я так скажу, что примерно олимпиадников у нас каждый год на программу приходят, там в первый набор чуть больше было, там до 10 человек был первый набор. Дальше, вот в прошлом году 5-6 человек, по-моему, 5-6 человек из 30 мест, да, то есть, конечно, они дают определенное давление на места, которые оплачивает СБЕР, да, но здесь тоже вам нужно попробовать эту Олимпиаду пройти, сдать, если можете. Вот, но если даже не участвовали, ничего страшного, приходите в обычные экзамены, нормально, то есть, идет борьба, возможности есть. По олимпиадникам последние два года, что хорошо и плюс, мы в будущем наборе, получается, сократили немножко количество Олимпиад и призеров, тем самым совсем минимизировать, потому что, ну, потому что нам важно... Мотивация, да, то есть, айона собеседований, конечно, вот так вот можно понять. Третий вопрос. Какая база, примерно, должна быть по экономическим и финансовым знаниям и для вступительных, и для того, чтобы комфортно себя чувствовать на первых порах учения? Маргарита, ну, умеренно. Я вот там скажу, что все-таки факультет компьютерных наук, да, и, конечно, наша специализация – прикладная математика и информатика. Соответственно, экономика и финансы пригодятся, да. А, ну, я вам так скажу, что для вступительных... Я понял, сейчас вопрос для вступительных. Так, нет, я сейчас отвечал про обучение. Ну, короче, для обучения особо не надо бояться, если вы заканчивали, я не знаю, техническую или математическую специальность. Это все будет получено. Курс по риск-менеджменту, по макроэкономике возьмете, там, по эконометрике в том числе. Там кое-что, курс финансы банка пройдете, называется машина обучения в финансах. В общем, там нормально будет. Ко вступителям, в принципе, минимальные требуются навыки. Только вот для собеседования нужно уметь там немножко понимать, как работает банк, какие у него продукты. Продолжение следует... Продолжение следует...